Накануне в Рио главы Дагестана Сергей Меликов провел встречу с общественниками. Нового руководителя региона интересовало состояние дел в республике, в частности, это меры по борьбе с коронавирусом, проблемы незаконного строительства и экологии. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Борьба с коронавирусом и здоровье каждого дагестанца – главная задача на сегодня отмечает Сергей Меликов. По мнению в Рио главы Дагестана, в период пандемии простые дагестанцы, представители общественных и религиозных организаций доказали, что объединившись они могут выстоять перед любой угрозой. Дагестан достойно ответил на вызов эпидемии. Конечно, не без проблем, конечно, не без определенных сбоев, но в целом достаточно достойно. Поддержка федерального центра, а главное – внимание президента России Владимира Владимировича Путина к проблемам Дагестана, переломили тяжелую ситуацию, позволили достичь позитивной динамики, снижения заболеваемости. Новый руководитель рассказал и об условиях, необходимых для эффективной работы в Дагестане. Немалую роль, считает Меликов, играет и общественная палата, которая является связующим звеном между властью и людьми. Общественная палата при этом должна тонко чувствовать и оперативно реагировать на проходящие в обществе процессы, выступать площадкой для введения конструктивного диалога власти с общественными организациями. Необходимо более эффективно использовать заложенный в этом институте потенциал для разрешения социальных конфликтов, предупреждения протестных настроений, снижения в целом социальной напряженности в обществе. Председатель Совета старейшин республики посетовал, что далеко не все чиновники являются профессионалами. Он попросил Меликова не торопиться с назначениями и немного присмотреться. Кроме того, Абдул-Магомедов призвал чаще посещать районы Дагестана. Как старший, прошу вас, не торопитесь. Вы сами сказали своему аэропорту. Подождите немножко, сразу посещайте людей, знаете, посмотрите, кто чего стоит. Хотя бы три месяца там, один в квартиру хотя бы, не сразу. В свою очередь, председатель общественной палаты Абдул-Мукмин Ибрагимов подчеркнул, что общественной палате удалось решить немало вопросов и сделать все, чтобы власть слышала о проблемах дагестанцев. Вместе с тем, Ибрагимов считает необходимым публичное обсуждение кандидатов в депутаты с обозначением их заслуг перед народом. По его мнению, общественность должна больше знать до начала выборов о кандидатах в представительные органы. Надо уходить от действующего формата, когда общество не знает будущего кандидата в депутаты. А фотография в крупном плане появляется по всему избирательному округу накануне выборов. Кто они? Какие их поступки и дела послужили основанием для выдвижения? Попросили Сергея Меликова обратить внимание на реконструкцию дорог, электрических и водопроводных сетей. Также общественник Булат Чанкалаев напомнил о необходимости сохранить Эльтавский лес и озеро Агель. Будем сохранять, будем делать все возможное. Ленинская администрация, Вице Магомеда, Алхасква, делать все возможное. Администрация делает все возможное. Мир, природы, общество, пулата. Но все неравнодушные люди. Давайте вместе соберемся, сплотимся, один единый пулак и сделаем все возможное, чтобы сохранить наши эти проекты. Далее мероприятие продолжилось в форме свободного диалога. Сергей Меликов согласился с важностью практически всех озвученных проблем и обещал по возможности начать их решение. Кроме того, руководитель региона пообещал, что такие встречи станут регулярными. У нас есть представители общественной палаты, есть представители других общественных организаций. Пожалуйста, обозначайте эти проблемы и мы их будем решать. У вас доступ прямой. Зуброд Гамедова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.